По Сын Кунки счастье и горе приходят и уходят, сменяя друг друга, как зима и лето. А не возникает соприкосновение чувств с объектами восприятия, по потомам Гараты, поэтому нужно научиться терпеливо переносить их, оставаясь невозмутимым. Комментарий Шила Прабхупада. Шила Прабхупада. Да. Надлежащим образом, исполняя свои обязанности, человек должен научиться терпеливо переносить временные проявления счастья и горя. Веды предписывают каждое утро умываться, даже в месяц Макха, январь-февраль. Несмотря на то, что в эту пору по утрам очень холодно, тот, кто чтит религиозные предписания, совершает омовение каждое утро. Подобным образом, хозяйка не прекращает терпеливо даже в мае и июне, самые жаркие в июне месяцы. Исполнять свои обязанности нужно при любой погоде. Точно так же, священный долг кшатрия – сражаться, и он должен исполнять его, даже если приходится сражаться с друзьями или родственниками. Каждый должен выполнять заповеди священных писаний, чтобы обрести совершенное знание. Ибо только обладая совершенным знанием и преданностью Господу, можно вырваться из когтей Майи – иллюзии. Обращаясь к Арджуне, Кришна не случайно называет его двумя разными именами. Имя Камутея указывает на его благородное происхождение по материнской линии. А имя Бхарата подчеркивает, что и со стороны отца он предмежит великому роду. Таким образом, предки Арджуны с обеих сторон были великими людьми. Столь высокое родство обязывало Арджуну достойно исполнить свой долг, поэтому он не должен был уклоняться от сражений. О Сын Кунтии – счастье и горе приходят и уходят, сменяя друг друга, как зима и лето. Они возникают от соприкосновения чувств с объектами восприятия, а потом от Гараты. Поэтому нужно научиться терпеливо переносить их, оставаясь невозмутимым. Описывается процесс Йоги. То есть перед тем, как мы начать восхождение к цели, наша цель очень возвышенная, никто не забыл ее. Вспомним, какая наша цель в жизни. Отношение зло? Настичь, не близко. Крышна приема в акте. Домой, крышна. Домой, ежигар, хватит. Да, все правильно. То есть мы сейчас находимся не в естественном положении. Мы находимся во временных условиях, где мы можем набраться сил в очередной раз. Может быть, для кого-то уже. И прибавить обороты для достижения этой высшей цели. Развить любовь к Богу. И вернуться в свою обитель. Наладить эти отношения. Мы можем по-разному, разной грани затрагивать всех этих моментов. На моментах юги. Нам стук не должна теряться. То есть цель должна быть всегда высшая. Как только у нас возникают препятствия на этом духовном пути, которые возникают от соприкосновения чувств с объектами восприятия, это значит, говорит о том, что мы потеряли цель, извиня. Как только мы вспоминаем свою высшую цель, трудности уходят сразу. То есть мы можем взять это на вооружение и постоянно держать эту цель в фокусе, высшую цель. Кришна о ней, здесь говорит, Бхагавадгита, Он говорит, всегда помни о Бхагавадгита. Это самое ценное, что можно извлечь из Бхагавадгиты. То есть пометование Кришны. Помни о высшей цели. Высшая цель это Кришна. Кришна стул Бхагаван своя. То есть выше не может быть цель. Но есть промежуточные цели. Мы должны знать, что они будут у нас на пути присутствовать. Мы должны им пользоваться. Это подобно тому, как водитель, который едет к цели. Например, к храму, куда едет сюда, на машине, за рулем. Его цель – храм. Да, и промежуточные цели. Какие они будут встречаться на пути? Светофоры. Светофоры. То есть я должен доехать, когда какого-то светофора, достичь этой цели промежуточной, на ней выждать время, да, когда мне скажет стрелка, там загорится зеленый светофор. Дальше идем, да, в повороты какие-то. Промежуточные цели не могут существовать в нашей жизни. И в нашей практике духовной промежуточные цели какие могут быть? Ну, чтобы не попадать под влияние вот этих перемен. Счастье, горе, холодно, жарко, зима. Гуна благости. Чищение сердца. Гуна благости, да. То есть я действую в благости, получаю знания, да, соблюдаю чистоту определенную в своей жизни, чистота в мыслях, в речи, в поступках. Все. Это промежуточная цель. Она нас будет как бы стимулировать дальше идти. Потому что если гуна благости, у человека возникает энтузиазм действовать. Если он энтузиазма действовать нету, или он слабый, значит гуна благости куда-то уходит. Мы начинаем ее ценить. Все. Тогда приходят другие гуны. Они нас обуславливают здесь эти гуны. Поэтому нужно стремиться гуна благости. Еще какая промежуточная цель будет? Мышка. То есть сначала, да, нужно сделать хороший, говорится, фундамент, да, чтобы построить дом. И наша жизнь духовная этим фундаментом является нишка, да. Твердая вера. Твердая убежденность в том, что я иду по правильному пути. Потому что если будут сомнения какие-то, этот путь дастся очень тяжело. Большая вероятность, что человек сможет рано или поздно с этого пути уйти. Просто потому что слабая вера. Поэтому эта твердая убежденность, или твердая вера, она дает решительность. Это очень важное качество в человеке. Быть решительным. И цели устремлены. Для этого вот и нужен нам энтузиазм. То есть гуна благости. Который дает этот энтузиазм двигаться дальше к цели. Потому что периодически нас будут проверять. Особенно те, кто только встает на этот путь. И это часть процесса. Это промежуточные цели, которые тоже нужно достичь. И их использовать. Как будут проверять нас? Давайте врага вы все узнаете. Варианты какие? Родственники против. Ну, в общем, всем известны эти препятствия. Просто неохота сейчас это все скрывать, да? Всем понятно, что будут препятствия. Будут проверять нас на веру. Особенно те, кто выходит распространять книги. Каждый день. Каждый день, если вы уходите, вас каждый день будут проверять на вашу веру. Каждый раз будут говорить, ты сектант, ты негодяй, ты вообще непонятно кто. Работать надо. Бездельники будут. Тунеядцы, в общем. И на самом деле это проверяют нашу веру. И кто проверяет ее? Кришна. Да. Он хочет убедиться. Серьезно, мы поставили цепь, критик, нему. Мы так балуемся, какие-то игры играем. Взрослые. И кришнаинские игры. Проверить обязательно. И это еще не сильно, это как бы не сильное испытание. На веру на нашу. Испытания придут потом, серьезные. Когда? Когда нам покажется, что вера моя стала твердой. Вот тогда придут испытания. Для этого это не испытания будет. Это так. Детский сад. Разминка. Но отличие будет такое. Так как мы культивируем духовную жизнь, опираясь на глуху благости, у нас появляется знание. Чем лучше знание, значит, тем больше ресурса противостоять к этому натиску. А это что значит? Это когда человек обладает знанием, встречается над своими какими-то трудностями, преодолевает их, он испытывает блаженство в этом процессе. Значит, процесс хороший. Значит, вера твердая. Когда нас испытывают, а испытывать нас будут самые близкие люди, это уже не родственники будут. Это уже вот общество. А те, кто мы считаем недоброжелательными своими, на самом деле, это очень близкие люди. А если особенные недоброжелательные, да? Которые в глаза мы и не видели. Что он вообще в этом движении делает? То вот эти личности в духовном мире являются нашими друзьями и близкими очень. Да, да, да. И если человек обладает этим знанием, у него возникает огромная благодарность к этим людям, которые нас закаляют, которые сруют нас, словно железо в огонь, чтобы это железо стало чистым. Что же нам нужно, чтобы успевать соображать, что это такие люди, и выдавать им эту энергию благодатности? Что мы должны делать? Мы также должны держать в фокусе главную цель. Если мы ее потеряем, тогда этот стих воспроизведется в нашем сознании и произведут вот эти вот перемены, которые здесь описываются. Счастье и горе. Все, двойственность. Записывается двойственность. То есть мы начинаем в одну сторону, потом в другую, как-то вот так вот. Мы устойчивые. И это значит, мы начнем анализировать эти ситуации с позиции негумной благости. Там будет критика, там будет недовольство, там будут обиды, там будет ненависть и так далее. И все, наша духовная жизнь в это время находится под угрозой. Большой и тяжелый, страшный вирус. Под угрозой находится вся наша система. Это очень опасно. Поэтому очень важно находить хорошее общество, избирательное. и ценить тех людей, которые находятся в этом обществе, которые пытаются нас чему-то научить. Они могут учить по-разному. Они могут учить поступками своими. Что-то делают, вы раз наблюдаете, думаете, «О, что это он так делает вообще? Мы вроде преданных». Нет, просто раз мы это увидели, значит, у нас это качество тоже есть. Он просто сейчас нам его показал. А он у нас скрыт, а он его открыт. Мы должны благодарны быть этому человеку. И наверняка во мне тоже что-то это есть. Либо словами иногда. Преданно общается между собой. Иногда бывает такое, что вы невольно становитесь слушателем. Рядом стоите, и как бы подслушиваете. Тайно же нам всегда живли, что там говорят, такое интересное. Подслушать надо, подсмотреть. И в какой-то момент мы можем понять, что если мы внимательно слушаем этот диалог, подслушиваем так, потому что преданных нет, секрет по нему будет. А вы-то говорите о разных вещах, просто везде. А мы можем выявить, что в этом диалоге на века что-то приготовлено Господом для меня. Раз я вовлек свое внимание, раз мои чувства отправились туда, увлеклись, то значит там что-то для меня тоже ценно есть. Когда ко мне первый раз пришли Божества, я начал поклоняться им. И я делал разные перерывы. Они были связаны с перелетами, с переездами. С усталостью, с ленью, то есть не с достатком времени. В общем, все вместе туда, в микс такой. И как бы, с одной стороны, в этом ничего плохого нет, потому что есть благословение, старший тот благословил, что ты можешь поклоняться вот так. То есть не фанатей, фестивальные Божества, ты переезжаешь, у тебя совсем другой ритм, есть возможность поклоняться, если что-то чувствуешь, не устаешь, не времени нет, то ничего страшного. Главное, чтобы этот процесс был безостановочен. Ну и наш же ум, уже не гоняй номер один, он начинает, о, классно, столько дали в поблажек. И мы начинаем эту философию подгонять. Это не только в поклонении Божества. Это везде в нашей жизни духовной будет происходить, потому что ум не хочет сразу менять свою парадигму жизни. Он не хочет терять вот этот весь ресурс, который он так только долго наживал, да, непосильным трудом, да, столько он туда энергии вкладывал для того, чтобы наслаждаться, чувственно наслаждаться, через догманный чувств наслаждаться всеми всякими кинотеатрами, спортивными заведениями, какими-то азартными играми, интоксикацией. У него столько, знаете, секретов, планов, у него столько ходов, прописанных уже. Он всегда знает, куда пойти, где раздобыть, чувственное наслаждение. В этом кроется его гуна-благость ума. Он знает, он знает, он обладает знанием, как грамотно вот так вот прогнуться, извратиться, где-то и добудь эту цель. Здесь закрыто, войду, а здесь закрыто, перепрыгну, да, и так далее. И представляете, мы его загоняем в угол, он говорит, ничего не получишь теперь, только зари, Кришна, и все. И харирама. И все, и ума сначала, он не верит, он думает, ну это очередная игра, ничего страшного, это не опасно. Ну а дети поиграются, и лишь бы не плакали просто. Но потом начинает видеть, что при этом он серьезен, продолжает, и ум начинает бундовать. Он говорит, о, что это такое? Ну что такое? Ну ладно, ладно, я еще подожду немножко. Скорее всего, это тоже он еще играется. Но так как мы ум не подпитываем, не кормим его, он тем всем, он голодает. Понимаете? А у него нету такой способности поститься. У него нету указышей, знаете, и он становится голодным просто. И он, и так как ум это сила, это сила, он начинает просто эту силу копить. Копит, копит, и мы ему ничего не даем. Продолжаем, говорим, что мы думаем, Принципы соблюдаем, книги читаем, исследователи совершаем, все, все, все. И он в это время, знаете, он как пузырь надувается. Потом понимает, что все, ничего не дадут. Он начинает понимать, что вот то, что все там было накоплено, накрывается медным тазом. финиш. И в этот момент он думает так, он не вернется обратно. Страдать я не хочу. Это не моя природа страдать, моя природа наслаждаться. Ум так мыслит. Ум не может страдать, он ищет наслаждение всегда. Объектом своем в поиске, он как знаете, как скрут такой, ищет везде, где понаслаждаться, где, где, где. И когда его решают это наслаждение материальное, он в какой-то момент понимает, что теперь уже куда-нибудь вернуться, он просто на время эту папку с наслаждением просто выкидывает, как бы в корзину. Он с корзинами удаляет. Он все-таки верит. А вдруг? Но так как я не могу страдать долго, моя природа наслаждаться, то я должен теперь наслаждаться вот этим, то, что он дает мне сейчас. Надо просто как-то вот умудриться просто этим наслаждаться. И он начинает наслаждаться. Посмотрите, при этом ему нравится большинственная одежда. Сначала же она не нравится. Сначала непонятно. Просто не какие-то старопаны непонятные. Мотать, крутить, каждый день тем более еще. Ему не нравится это просто. Но так как он понимает, что это теперь неизбежно. А страдать я не хочу, поэтому я буду наслаждаться. И мы начинаем уже думать, вот это вот такое вот хоть. А вот это сарь вот так. Вот так асан может быть. Вот так. И тело-то можем вот так вообще поставить. А что он до отсюда вот просто. И я просто вошли, как-то немало таких надо сделать. И это природа ума. Он просто не может не наслаждаться. И потом в какой-то момент, если предный будет невнимательным, он не должен долго оставаться на этом уровне. Это хороший уровень на самом деле. Развить привязанность, развить вкус к чему-то духовному. Это духовные вещи. Просто он не сразу дает этот вкус. Но сначала надо просто хотя бы на этот уровень подняться. Все, и предный потом, если он продолжает свой путь, упорно, под хорошим руководством уже, у мужа начинает понимать, что, скорее всего, мне эта корзина не нужна. Там, которая. Тут, оказывается, столько блаженства. Вот, столько наслаждений. Тут много наслаждений. Один просад только чем стоит. Да ума это вообще просто открытие. Он может про все забыть, но про просад, он не. Это нормально. Мне нравится вот такое. Он начинает испытывать наслаждение от общения. Начинает понимать, о, есть люди, оказывается, общаются совсем на другую платформу, другой уровень чувственных наслаждений для него раскрыт даже в общении. Иностранные слова начинают понимать, али-бол, о, ничего себе, али-бол. И он начинает настолько этим увлекаться просто, что постепенно ум начинает приобретать оттенок духовного. То есть он перестает быть материальным. Он начинает вовлекаться в духовную сферу, хотя сам на природе материальный. Но он начинает меняться. Потому что это мир перемен. Материальный мир, мир нестабильности, мир постоянных каких-то перемен. И ум относится к материи, он тоже меняется. Вот наша задача поменять парадигму нашей жизни с материальной на духовную. Под хорошим руководством. Чтобы это было бесполезно. Чтобы у ума остался хороший вкус к этому. Это как в йоге. Мы сегодня занимались там, да, йогой? Это как в йоге. Если без разминки начать заниматься йогой, то какая-то часть тела испытает очень не такой дискомфорт сильный, без разминки. А так как ум пропитывает все наше тело, он в каждом атоме находится. Он чувствует эту боль. Ему это не нравится. И завтра он скажет. Никогда. Вот эту асану. Никогда. Она не принесла ему вкус. Но если человек делает разминку, то дальше эта асану нравится. Ему это нравится тоже. Он говорит, вот это классно, давай делай это у меня. То есть нравится, не нравится, тоже нужно заниматься в служении. Нравится шавасана? Еще как, да? И вот попробуйте отследить. Если вам предлагают шавасану, будет такое, что он скажет, не, не, не надо. Это сложно, асана. Самое сложное, я ясно. Не, 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 никогда. Она нравится ему, потому что он получил опыт какой-то. Поэтому он никогда не против. Также в духовной жизни, если мы соприкасаемся с разными видами духовной жизни, ну, практики духовной, она разная бывает. Очень важно развить вкус к этой деятельности. Дать ему сладость. Сладкий вкус, он очень нужен в духовной жизни. Не имеется в виду на языке. Не имеется в виду даже в отношениях. Отношения должны быть сладкими, но они не всегда будут сладкими. Иногда кто-то будет что-то подсовывать. Горечь какую-нибудь, кислоту, или соль какую-нибудь, или вяжущий вкус какой-то кто-то подсовывает. Скажет, да что ты Тилуку не ставишь? Ну, ты сейчас подумаешь, блин, и мой огород кидает. Да? Ну, бывает такое, что кто-то подойдет и скажет, начнет прославлять Тилуку, а у вас или нет. Хотя он не ваш адрес этого не говорит. Просто кому-то скажет, слушай, я так Тилуку начинаю ставить, буду успокаиваться, я понимаю, что это стопа Кришны, а тут еще Тулафи. Это же вообще, это же просто такое спасение. И вы рядом стоите, думайте, я не ставлю Тилуку. Ну, ладно, это не любите. Нет, вы должны понять, что вот это как раз для меня говорят. И про Сари, и про Дхоки, и про Чиман, и про Ранни-Подъем, и про-про-про-про-про-про-про-про-про-про-про-про-про-про-про-про-про-про-про-про-про-про. Если вы где-то слышите, а это прям для нас наставление. Компания будет, квалификация ученика умудряться прилагать усилия выявлять наставления из всего. Лекцию мы слушаем, аудиолекцию мы слушаем, видеолекцию мы слушаем, просто общаемся. Научиться выявлять, где дается мне наставление. Иногда люди проходят такой тренинг, ну или семинар по 4, по 5, по 6 лекций в день. Ну и в курс. 2 дня или 3 дня. Слушай, 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 там столько знаний, голова уже, одно голову мало, а хоть что-то вторая выросла, потому что не влазит уже просто. И потом, когда все заканчивается, чуть ли не очередь выстраивается, люди подходят и говорят, дайте какое-нибудь наставление. Представляете, 2 дня давались наставления, и мало все. Дайте мне еще что-нибудь. Это говорит о том, что человек невнимательный, не образованный, не понимает, что эти все наставления нам удаются. Теперь только нужно извлечь. Что теперь из этого всего относится именно ко мне? Прямо прописать. И пытался медитировать на эти наставления. И в принципе, в этом тоже трудностей никаких нету. Выявить это все. Но вот делать потом это все тяжеловато будет. А что является стимулом это все делать? Выявить это? Вышшая цель. Вышшая цель. Вера, как ты сказал? Пример. Близких. Ну, примеров можно много находить. Ну, например, Прабхупады, пример Данс, столько делал, столько делал. Пример, Бошин. Ну, вот что-то они все делают. Ну, многие делают. Ну, многие, да? Ну, не все делают. Даже многие люди, и не многие даже, делают, ну, и все. Хотя, ну, силы есть. Говорится, Господь не дает мир решенных задач. Значит, подойдем к одной очень важной вещи в духовной жизни. Я бы не хотел просто ее так провозгласить, потому что она может в одну уху влететь, и в другое улететь. Давайте проработаем этот момент. Он очень важен. Потому что это, в основном, для начинающих, и не только для начинающих, для преданных, это камень преткновений. Это просто препятствие номер один в духовном пути. Знаете, в препятствиях на духовном пути есть такой пункт один — непонимание своей духовной природы. Есть именно такое препятствие на духовном пути, но там есть такое — непонимание своей духовной природы, своей сущности, кто я. Мы сейчас разберем, почему иногда сложно идти по такому пути, что является двигателем в нашей жизни духовным стимулом действовать. Движущая Симба, в следующий раз мы видим такие, это движущая Симба. Движущей Силой Духовной Жизни является энтузиазм. И не только в Духовной Жизни. Везде энтузиазм двигает человека на подвиги, на какие-то действия. Энтузиазм. Если энтузиазма нет, то человек долго не сможет это делать. Пропадут силы просто. И когда этот энтузиазм у нас может взращиваться? Когда он может проявляться? Какой принцип основной Бабхи-йоги? Служение. Вообще как расшифровывается Бабхи? Любовь. Любовь, любовь. Бескорыстное, преданное служение. Не просто служение, и не просто преданное служение. А еще и бескорыстное преданное служение, а еще и любовное. Вот и все. И вот эта вещь, если ее правильно воспринимать и использовать, она даёт огромный энтузиазм. Пытаться просто сначала это делать. Пытаться бескорыстно. без корызма сначала не будет получаться. Очень сложно сразу без корызма, потому что всегда корызма, куда-то она сразу должна уйти, никуда она не уйдет сразу. Аржуна так и говорит Кришне, как же я могу действовать без желания, что я получу плод? Именно плод меня заставляет действовать. Я знаю, что там что-то на выходе будет, и это является стимулом, почему я действую. Как это там ничего нет? Но Кришна говорит, а ты плоды просто мне отдай. Просто для меня это делай, делай просто и все. Другими словами, сила это движущая сила в духовной жизни. Всегда будет являться какая-то личность. Аржуна не хотела сражаться. Приводил очень много аргументов. Веские, долгие были, очень веские. Опирался на Дхарму. Но потом, когда понял, Кришну сказал, а делай это для меня. В отношении его ввязал просто. Просто для меня сделай это. И все это так, Аржуна очень по-другому мыслит. То есть для кого-то, какая-то личность должна быть в моей жизни, для которой это уйдет. И вот если это настроение в нашем сознании будет преобладать, то в нашей духовной жизни не будет промахов, не будет падений, не будет трудностей. А если трудности будут возникать, они будут приносить нам радость и энтузиазм. Продолжать этот путь. Продолжать, например, утром рано вставать. Например, в громачарии здесь живут в храме. И каждое утро встают в 3-4.30. Каждое утро. И сначала это очень тяжело кому-то. А кому-то, наоборот, сначала очень легко. То есть и такая, и такая категория будет существовать. И потом какое-то время проходит, проходит, проходит. И знаете, уже как-то уже это все так приедается. Уже не тяжело. И не плохо. Как-то это естественно. А потом как-то человек растет, растет, уже понимает. Уже в громачаряшем, скорее всего, позади. Надо становиться серьезным. Заводиться семьей. Или как-то быть в другой сфере жизни. Уже быть активным. И потом как-то раз. И уже в 3.30 стою. Уже в 4.00 могу и в 5.00 себе позволить. Уже нормально все. Я уже преданный. То есть ничего страшного. А потом приходит старость. И предан мечтает всегда. Вот бы молодые годы. Вот бы вставать пораньше. Вот и быть активным. Это значит, что я что-то упустил. Значит, где-то я потерял бдительность. Значит, где-то я недооценил что-то. Где-то я, значит, снизил степень значимости каких-то действий. И в этот момент, где мы сейчас находимся, он сейчас самый главный для нас момент. Самый ценный прямо сейчас он для этого делает. Этот энтузиазм всегда будет, если мы будем понимать, что рядом находится всегда со мной личность, для которой я живу. Которой я даю всю свою жизнь. Тогда будет этот энтузиазм всегда расти. Как только мы теряем это понимание, энтузиазм будет гаситься. То есть этот энтузиазм взращивает какая-то личность. Например, для мужа таким стимулятором является жена. Она его стимулирует действовать и на работу стимулирует его. Выполняет свои обязанности стимулирует. То есть она его делает сильным. Как Сита сказал. То есть Рама, когда отвечал на вопрос, почему Джеймиса носить, он сказал. Мужчина никогда не станет настоящим мужчиной, если рядом не будет женщиной. То есть женщина является как раз этим стимулятором, который делает мужчина, мужчина. То есть он от нее подпитывается просто. Она его стимулирует. В нашей жизни такой личностью является духовным учителем. Вся наша жизнь должна быть посвящена Ему. Мы не можем всю свою жизнь Кришне просветить. Мы не знаем просто как это делать. У нас этот опыт пока находится в забвении. Мы не помним как это. Мы можем, но не сейчас. Как мы это делаем сейчас? Мы просто посвящаем свою жизнь своему духовному учителю. А он ее передает Кришне. И так мы всю свою жизнь посвящаем Кришне. Но через Гуру. Поэтому наша самая главная обязанность сейчас наладить отношения на эту йогу с духовным учителем. Потому что он представитель Бога. Он это все будет проецировать на Кришну. Передавать от нас это в мир. Потому что мы не квалифицировали сами это сделать. Развить отношения с Гуру это очень важно. Это очень ценно. Это очень нужно просто. Иначе наша духовная жизнь будет очень тяжелой. Мы будем подвержены вот этим переменам. Счастье, горе, падение, вот эти подъемы. Постоянно будем вот в такой динамике. Она нам не будет приносить счастье от динамика. Очень важно держать в фокусе настроение и вообще понимание. Кто такой духовный учител? Как я могу удовлетворить его? Благодарите, конечно. Благодарите в комментариях. Если ученик удовлетворит Гуру. То Гуру даст ему все благословения. Все. Не какие-то отдельные. Прям все просто. Нам очень даже сложно представить позицию. Вообще важной духовного учителя в нашей жизни. Насколько она важна. Что без него наша духовная жизнь будет очень тусклой. Энтузиазм не гасится просто. Многие предные долго держат паузу при выборе Гуру. Не надо долго это делать. Иначе потом придут мысли такие, что это может быть не важно. Это очень важно. Это проблема многих других традиций. Во разных традициях во многих нет цепи ученической преемственности. Нет понимания, что есть ученик и Гуру. Поэтому все люди, которые в поиске находятся, они долго не находятся в поиске. Какое-то время потом все. Их энергия, майя, иллюзия вот здесь написано. Когти. Не просто человека так крепко держат, что человек уже не до Гуру, вообще не до традиции. Просто выжить бы. И когда им даешь книжку или что-то говоришь о Боге, они даже слушать об этом не хотят, потому что у них плохой опыт этого. Они обратились к Богу за помощью, а ее не получили. Не получили просто должной защиты, должного руководства, должного образования. Этот вкус плохой, горький остается надолго. Люди не хотят принимать духовное знание. Поэтому очень важно культивировать в себе настроение ученика. Всегда искать учителя, наставника. Особенно в самом начале культива. Очень важно найти наставника, который будет меня обучать азаму духовной жизни. Не упускать этот важный момент. Не думать, что я как-то пролезу, кто-то же без наставников живет. Но я могу тоже. Почему мы боимся наставничества? Почему мы боимся этого? Иногда мы боимся. Мы говорим, ну я еще не готов, может быть, я не могу найти наставника. Это нет, это не отговорки. Причина только одна. Я боюсь лишиться мнимой свободы. Мне кажется, что у меня заберут свободу. Это нельзя, скажут, это не делай. Вот здесь какие-то ограничения все. Это не свобода на самом деле. Это может быть рабство. Свобода для ребенка, когда мама берет его и лишает свободы. Перейти через дорогу. Она не может сказать, ребенок, ты мой свободен, иди. Там машина едет, иди, ты свободен. Это что за свобода такая? Нет, как раз вот крепкое держание руки ребенка является свободой для ребенка. Он спокойный в это время. Он знает, я защищен, я могу перейти через эту улицу. Вот у нас свобода. Также и здесь наставники, это такие мамы, которые очень крепко держат своего ребенка. И не дают звуки. Потому что очень важно закрепиться в самом начале духовной жизни. Закрепиться, хороший фундамент, хорошую платформу создать. Это вера сильная. Она будет тогда, когда в самом начале будет хорошее руководство. Иначе можно просто эти дни и года, они очень быстро пролетают. Два, три, четыре года, пять лет духовной жизни. Быстро пролетают. Если там не будет руководства, потом очень тяжело будет идти по духовному пути. Хотя внешне будет казаться, что все нормально, я повторяю святые имена. Я соблюдаю книги, исполняю служение, есть общение, читаю книги. Но не будет удовлетворения какого-то. Это значит, что что-то я не делаю все равно. Какого-то связи между этим нет. И какая должна быть связка? Что это все должно связать? Чтобы человек был удовлетворен. Духовным учением может быть. Бывает, что люди преданно получают уже инициации, пройдя там четыре, пять, шесть лет, десять даже. Но получают посвящение десять в гуру. Но они все равно не будут верны. Это можете проверить. Когда приезжает в гуру сюда, духовный учитель, ученик Прагхупада приезжает. Многие прям бегут к нему, просто объявляют его. Почему? Зачем они его объявляют? Рассказать о своих трудностях. И все. Конечно, нам нравится нектар. Там столько благости, столько милости. Пожалуйста, быть рядом, чтобы он смотрел носом и гирлянду дал. Сколько всего классного. Но помимо этого, у меня еще, знаете, геморрой есть такой вообще. Я не могу ничего сделать с ними. И плохо мне. И там жена плохая. И муж их заработок плохой. И жаба не читается. И, в общем, с принципами. А-а-а. А там нектар все было. А-а-а. Почему это происходит? Нет удовлетворения. Эта неудовлетворенность появляется из одной вещи. Мы потеряли из вида своего. Очень ценный один момент. Значит, я не вовлечен в миссию. Шевер Купада сказал, что наше движение, миссия мерзкая. Это главное. Мы должны давать людям знания. Больше никто, кроме нас, никто не даст виду знания о Боге так, как надо давать. У всех очень тусклое и вообще узкое. И какое-то слабое представление вообще о Боге у этого мира. Подойдите даже к священникам разной традиции. Попробуйте заговорить о Боге. Вы почувствуете огромный дискомфорт. Потому что даже такие люди такого уровня не всегда могут до конца понимать, кто такой Бог. Многим даже неприятно общаться с нами. Такое есть. Это просто потому, что узкое видение. И все. Ограниченные шоры вот такие. Но у нас есть такая возможность. Мы о Кришне больше всего узнаем. Потому что веры нам в Шевер Купад настолько адаптировал. Тут все есть. И вот если мы живем тем, чтобы людям давать это, это называется миссионерская жизнь. Наш человек повлекся в миссию. Он в миссии. Мы все на самом деле в миссии. Кто-то просто готовится к миссии еще. Кто-то хочет стать хорошим студентом. Пока, когда это духовная академия у нас, мы здесь образовательные курсы все проходим. Мы являемся не этими студентами. Все. Мы, в принципе, тоже в миссии. Но мы готовимся просто еще. Но должен произойти такой момент в жизни. Гуру, когда будет доволен учеником, его серьезностью, гуру дает миссию ученику непосредственно. То есть такие наставления, которые говорят, что он вот это делает. Все это значит, что он тебе дал миссию. И вот теперь ей нужно жить. Это самое главное теперь идея моей жизни. Если человек начинает этим жить, он всегда будет туда это дело. Ни в чем проблем не будет. Кришна весь ресурс даст для того, чтобы достичь цели. Вот в этом действии. Всегда. Поэтому очень важно с самого начала своей духовной жизни культивировать настроение миссионера. Это единственная стоящая вещь в жизни, которую можно просто развивать. Все остальное, вы уже знаете, столько жизней, миллиарды жизней мы кувыркались в разных телах. Мы столько всего развивали, столько всего достигали, и теряли, и приобретали. И все это уже было миллионы, миллиарды раз. Одну жизнь давайте кришне дадим. Одну всего лишь. Вот возьмем просто и перестанем думать о себе любимом. Начнем думать о других. Сначала о близких. Просто о близких, друзьях, кто рядом находится. Узнавайте желания, в чем у них есть потребность. Есть у нас этот ресурс, пополнить баланс им. Потом постепенно, постепенно, это принцип дадания. Дарить подарки, да? Принимать подарки. Говорить о сокровенном. Слушать сокровенное. Кушать духовную пищу. Угощать духовную пищу, да? Эти шесть вот этих проявлений, они дают очень сильную, сильную, хорошую платформу. Для чего? В этот момент сердце очищается очень сильно, оно бескорыстным становится. С этого момента начинается бескорыстная деятельность. Потом происходит что? Результат. Вы можете понять, что сердце ваше очищается, вы становитесь бескорыстным. Первое, что происходит, вы смотрите на людей в миру. И у вас сердце просто, знаете, щимит. Очень больно смотреть на людей. Это значит, вы растете духовно. Это значит, что у вас проявляется теперь сострадание. Все. С этого момента нужно теперь по-серьезному взяться за какой-то, ну, не знаю, за какой-то процент духовной жизни, который будет теперь направлен не только на предный, теперь еще и туда. То есть размышлять, думать об этом. Размышлять и думать. И Кришна обязательно вам подшлет ресурс. Потому что он исполняет все желания. Вчера я был у друга. У меня есть много друзей остались еще в прошлой своей жизни. Еще до духовной жизни. И как-то эта завязка такая близкая была, дружеская, что мне неохота их бросать в этом океане. И я когда приезжаю в город и нахожу время на полчаса на 15 минут, я заезжаю и просто не ленюсь и просадным привожу от рода Голинды. Или там просто общение какое-то даю и просто не успел. Ну, хоть как, если там дети рождают, там какие-то благословления им. Их там мажу маслом. Ну, то есть какую-то милость надо все равно передать на них. И они ждут меня просто всегда. И вот вчера я опять поехал. И там рядом, он живет в частном доме. И часть своей территории он построил какой-то небольшой центр такой какой-то. Сначала под магазин хотел, потом под кафе, в общем. В итоге, а я как раз приезжаю, уезжаю, приезжаю, смотрю, что там меняется, меняется. И в очередной раз приезжаю. Я говорю, ну что тут у тебя здесь? А еще идет к нему и думаю, сколько времени тратить на одну семью. Ты же можешь больше сделать. Чего ты на одну семью? Ну что ты? Ну что ты? Ну вот так. Вот это, знаете, внутри какой-то вой какой-то идет. Ты же можешь больше. Я уже и думаю, Криша, ну пожалуйста. Ну как-то успокойно, давай чем больше. Я не против. И как-то забыл. И к нему подъехал. Нашел, пообщался. Малабар мне там собрал пакет целый. Там всяких просадок с Галиныса. А это прям возле Галиныса рядом. Возле магазина. Возле кафеша. И я его кассиваю. Он говорит, ты нам много не давай. Зачем ты нам много? Нам по чуть-чуть, по чуть-чуть. И мне опять этот пакет отдают. И я выхожу с этим пакетом. Я думаю, куда его этот пакет? Уже поздно, темно. Слышал голос какой-то из этого кафе. Думаю, ну-ка посмотрю, что там вообще происходит. Зашел и ужаснулся. Современная молодежь. Где-то вот, ну от 12 до 16, ну максимум 17 лет. Набито битком это кафе. Я не знаю, человек 40-50 там. Думаю, битком прям. И они там просто, как они говорят, официально, легально мы здесь курим кальян. Это разрешено. И там больше ничего нету, кроме столбов дыма, полуобнаженных тел, безумного мышления. И просто, знаете, это просто, ну такой, знаете, низшие миры прям. Очень сильные. Причем это молодежь, жалкая молодежь вот эта. У которых же сознание такое нежное просто, что вот куда их не направь, они все будут впитывать как губка. И вот им сейчас зацаряют мозги вот этими всеми вот чувственными наслаждениями. И я аж ахну, мне так просто больно стало. Я думаю, кто здесь главный? Пошел выше, не поленился. Пришел опять другой. Говорю, кто там главный? Кому ты сдавешь варенду? Он там? Он говорит, да, там где-то сидит. Я говорю, пошли к нему. Зачем? Ну пожалуйста, пошли. Пошли. Только смотри, там ничего не есть. Она не бояться? Нет. Вернее, все нормально. Ладно. Я раз говорю, я говорю, слушай, ты здесь главный, да. Я говорю, у тебя голова лучше всех работает. Ну не знаю. Я говорю, раз ты это все организовал. Ну да. Я говорю, смотри, любишь делать добрые дела? Ну да. Я говорю, ты сейчас честно посмотри себе в сердце. Ты доброе дело сейчас делаешь? Ну не знаю. Ну да. Нормально делаешь. У меня любит куда идти. Приходит сюда из стекло. Вот они отдыхают, заслаждаются. Нормально все очень. Я говорю, ну теперь честно еще раз посмотри. Точно это доброе дело? Ну не знаю. Я говорю, слушай, давай договоримся с тобой. Я говорю, вот это мой друг. Вы тоже друзья. Ну да, мы друзья. А раз он мой друг, значит, ты тоже мой друг. Ну да. Давай дружить. Давай. Смотри, вот здесь вот. В общем, много всяких вкусностей. Я помню, что это суда оказывается. По адресу. Здесь посылка просто пришла от Кришны. Я говорю, смотри, ты зачем их кормишь? Ничем не кормить, здесь нельзя кормить. Я не готов, у меня нет разрешения. Я говорю, ну они у тебя просят что-нибудь покупки? Ну да, что ты делаешь? Ну я говорю, телефон даю, им что-то привозят. Пиццы какие-то. Я говорю, слушай, хочешь, давай подружимся так. Подружимся, вот такое бы не делай доброе дело. Здесь кафе есть далеко. Вот это оттуда. Ты сейчас вот это всем по чуть-чуть раздай. Пусть они все попробуют. Потом слови музыку. Все. Ты главное, скажи. Минутку в банк идем. Вам понравилось это? Они однозначно скажут понравилось. Всем понравилось. И ты можешь сказать. Теперь, если вам что-то нужно, просто говорить, и вам будут сразу приносить. Вот так и сделаешь. И все. И так мы будем доброе дело вместе. Он очень сильно вдохновился. Вот так и сделал. То есть, я почему это рассказал. Если у нас появляется желание делать что-то хорошее, доброе, очень важно правильно формулировать это желание внутри. Кришне легче будет его исполнить. Потому что иногда ему тяжело исполнять это желание. Он не знает. То это хочет. То это хочет. Теперь вот такого цвета ему надо. Теперь вот такого вкуса. И он, да, вот так просто. Ну это параматно. Это не Криш, параматно внутри. Она так действует. Поэтому давайте не будем мучить параматно. А прям четко говорить, что нам надо. Он прям прописывает. Надо вот это просто и все. Но до миссии. Тогда мы будем удовлетворены. Потому что если мы не до миссии, а для меня любимого, тогда мы будем удовлетворены. Тогда горе и счастье будут приходить. И менять себя будут постоянно. Зима, лета. Счастье, горе будет приходить. Почему? Потому что это для меня. Потому что это материальная сфера жизни. Но если мы в духовность отправляемся, тогда мы будем всегда удовлетворены. Тогда не будет счастье, горе, зима, лета. В духовном мире все вырастающие счастье. И оно здесь тоже может пройдется. Только нужно жить не для себя. Харик решен. Харик решен. Харик решен. Не знаю, сколько времени у нас. До двух часов время все. Ну, 20 минут, может, вопрос ответить. Ну, это что вообще будет. А вот Вы так объяснили, что и счастья, и несчастья не будет. Но Вы говорите, что счастья и несчастья не будут. Просто их надо пытаться терпеть. То есть нужно научиться терпеть, а не то, что их вообще не будет. А я вот так понял, что их просто не будет. Да, если Вы встанете на духовную платформу, то счастье и несчастье — это материальное сознание. Это значит, что чувство не под контролем. Счастье и несчастье. Почему не приходит. Почему не приходит. Счастье и несчастье. Счастье и несчастье. Да, мы просто сочиняемся и все. А так как у нас есть кармические узлы неразвязанные, желание материальное нереализованные, то все, что мы видим вокруг себя, слышим, то есть через чувство входим в этот мир из внутреннего во внешний, то все это теперь обратно сюда входит. Там запускается механизм. Это некая почва. Это некое какое-то удобрение, в которое туда раз, и потом семена начинают прорастать. И хорошие семена, и плохие семена, все равно они будут удобряться и будут прорастать это все. И зачем? Потому что мы соприкасаемся с объектами чувственного восприятия. Пока находимся в материи, это неизбежно. Надо просто терпеть сначала. Сначала надо терпеть просто, немножко усилить и долго терпеть. Но потом, когда он поднимается на духовную платформу, уже устойчиво стоит, тогда уже не надо ничего терпеть. Потому что уже нету несчастья. Есть только счастье. Я вспоминаю такой пример, когда ученик Шевипурпаде подошел и говорит, Шевипурпад, вот этот предан такой нехороший, что мне уснуть делать? Он говорит, терпи его, как я тебя терплю. То есть Шевипурпада тоже значит терпел? Потому что он соприкасался с материальным сознанием, но Прабхупада это говорит не потому, что Прабхупада терпит. А что? Он это говорит, он пример подает, что надо терпеть, как я тебя терплю. Прабхупада не страдает от этого терпения, вот в чем разница. Он терпит и не страдает. А у нас, наоборот, это терпение дает какое-то страдание, напряжение какое-то, неудовлетворенность такая. Что я буду терпеть? Сколько его можно терпеть? Прабхупада просто терпит, но он блаженствует. Показывает пример, все равно это нужно делать, потому что я же терплю тебя. Но вы не увидите никогда, что Прабхупада аж потом покрылся. Он так терпит. Нет, он в нормальном состоянии находится, в сознании Кришны. Его сознание, оно божественное. Но так как у него есть тело физическое, оно материальное, из материальных элементов имеется, как бы он духовный Прабхупада, но оно состоит из материальных элементов. Он все равно соприкасается с этим миром. Поэтому приходится терпеть. Одно то, что Прабхупада оставлял тело, и у него были кости до кожи, вся нервная система была оголенная, и врачи говорят, это нереально жить. Человек умирает в этом состоянии, от шока просто, от этой боли. И никто не видит, что Прабхупада стонал и лежал от боли. Почему? Он не отрасляет себя с тела, но ум выдернулся из тела. Вся боль-то она в уме происходит, терпение, оно же в уме. Потому что ум пронизывает все тело, всю оболочку нашу, грубую и тонкую. Ум везде. Комар сел на ногу укусил, и ум говорит, вон там больно. Почеши здесь, убей что-то сделать, потому что там сейчас дискомфорт. То есть это все в уме. Прабхупада поднялся над этим уровнем, выше, и поэтому не больно. Он может отрывать чувства от объектов, что в так же раз отрывает. И ума может быть не быть, только для части тела. И боли поэтому нет. Боля даже в уме возникает. Ну, как пример удовлетелить. Я же терпелился. Ну, когда стараюсь, не знаю, как у кого, ну вот у меня, допустим, стараешься делать что-то бескорыстно. Ну, думаешь, что бескорыстно, там я вот делаю что-то, вот мне ничего за это не надо. Но внутри все равно возникает чувство, ай да я, ай да молодец. Вот что делать вот с этим чувством? Даже вроде как знаешь, что надо отдавать, да, духовному учителю там или Прабхупаде, вот если нет духовного учителя, что сразу. А все равно внутри вот это вот сидит, что ай, ну я же все равно молодец. Вот что с этим делать, как с этим бороться? Пусть на первом этапе будет это качество, будет вот это состояние. Просто успевайте соображать просто, а почему вы молодец-то? Это нормально, что вы молодец. Но почему? Потому что вы его пытались сделать? Нет, потому что вам кто-то дал силы быть молодцом. То есть выполнить это действие, за которое вы себя считаете молодцом. Кто-то вам силу дал, кто-то знания вам дал, кто-то защиту дал, кто-то энтузиазм вам взрастил как-то, вдохновил, может быть. То есть кто-то является причиной этих действий, не мы. И вот если вы будете успевать это соображать, то со временем вы поймете, что на самом деле это все принадлежит моему духовному учителю. Как здорово, что я вот это все сделала. И это все благодаря духовному учителю. И это нормально. Не пытайтесь своего ложного эго куда-то сразу убрать, и спрятать его, отказаться, оторвать его. Это не так-то просто сделать. Ничего страшного. Именно это вас делает активным, и человеком, который хочет дальше продолжать это делать, вот это настроение. Ай да я молодец какой-то. Ну ай да я молодец, но я-то я-то ученица моего гуру. И это я раз это делаю, то наверняка будут какие-то заслуги. Сама бы я никогда не догадалась до этого. Ай да я молодец, что я сообразила вспомнить это. Нормально. И в самом начале пути это нормально. Ведите диалоги со своим умом, с разумом. Пытайтесь, пытайтесь, увлекайтесь. Служить мне. Привязывайте дружину. Каждый вечер, когда ложитесь спать, перед тем, как лечь спать, сделайте поклон духовному учителю. Прочитайте про нам. И от сердца внутри скажите. Мой дорогой духовный учитель, спасибо вам огромное, что вы увлекаете меня в служении Богу. Я никчемный, я никчемный слуга ваш. Очень маленький, незначительный. И все, что сегодня я сделала, то, что мне ай да нравилось так, примите это скромное подношение к вам. Это в мое вам скромное подношение. Вот если каждый вечер это будете делать, со временем это все будет. Ну, это желание себя там побоготворять. Постепенно, постепенно, вы будете прям хотеть это делать для гуру. И вы в этот момент будете испытывать еще больше радости, нежели ай да я, может быть. И это вас будет дальше сподвигать, что делать для гуру, что еще делать. Потому что это бескорыстно. Потому что когда ай да я молодец, то там будет в нем перевескорысти будет всегда. Но в самом начале это нормально. Просто надолго так. Не медитируйте. Я не раз слышала, что годы настолько настрадались в материальном мире, им было трудно очиститься, им было трудно очиститься так хорошо, чтобы быть близко к Кришне. И вот я сомневаюсь, что каждая душа, которая сейчас в духовном мире, она обязательно была обусловлена. Гопи же могли просто всегда там, или могут быть всегда, или не так. Серьезная тема вы затрагиваете. Я, в общем-то, не квалифицирован в этом всем. Ну, хотя бы скоро. Ну, нужно просто понять такую вещь, что гопи они же разные бывают. О каком уровне гопи пришла речь тогда? Сейчас просто получается, как бы вы из контекста что-то, может быть, взяли. Нужно понять настроение лектора, что он имел в виду, какой уровень гопи. Они же разные гопи бывают. Вот вы сейчас во Вриндаве приедете, если стоит корова во дворе, и там есть женщина, хозяин этого двора. Это гопи. Кто такие гопи? Гопи кто такие? Пастухи и пастушки, да? Это тоже же гопи. А причем не разные бывают. И в танце раса с Кришной разные гопи танцуют. Не только во главные восемь гопи. Тысячи, миллион, миллиарды, просто невероятные цифры гопи существуют. И они тоже с Кришной участвуют в танце в этом расе. Есть такие, которые, может быть, не до конца еще очистились, не хватает благочестий, до конца очистятся. Но танцевать-то охота с Кришной. Поэтому танцуют они, мудрецы какие-нибудь, аскезы совершают, чтобы получить тело гопи и танцевать с Кришной. Очищаются, очищаются, может быть, не до конца как-то очистились. Но Кришна очень мило в тех раз вовлекает их в какой-то танец. Они там танцуют. В общем, борода торчит, в какой-то неотработанной ничего. Бегально сказал. Ну, Кришна очень мило. Поэтому просто в этом разобраться надо. Все, кто в духовном мире находится, все чистые. Нам нельзя попасть в нечистые. С духовного уровня все чистые, даже если не сюда приходят, а нечистые. Мы можем видеть, просто может быть что-то нечистое, потому что наше видение грязное. Мы в гуннах находимся. Это значит, мы обязательно ошибочно будем анализировать. Но в высшем уровне он всегда чистый. В духовном уровне он всегда чистый. Он же причин чистый просто. И в этот танец в группе, где танцуют главные группы, туда никто не может войти. Места уже заняты. Поэтому, если кто-то медитирует, расслабьтесь. Туда не взял войти, все уже. Гасперши водил и захотел войти. Он очень сильно хотел просто. И он принял форму в маленьком манджаре сначала. Пошел. Девочка такая. Саре одел. Он узнал где-то проходить танец. И туда вот пошел. И Кришна с подружками стоит. Общаются просто. И раз заметили в него. В манджаре какая-то пришла. Интересно. Они сразу поняли, кто это. Потому что они понимают, что это. Ага, Махадей. Хитрый жук. Что-то пришел. Что-то пришел. Что ты хочешь Махадейла? По танцевать хочу. Он не мог своей формы Махадейла прийти туда. Он хотел специальным для танцев. Но Кришна очень любит Махадейла. Он очень любит Махадейла. Что это самый великий Вайшнам. У меня они начали шушукаться там. Что в дьяволе не тосим. Он же хочет. Но как-то вот. Не совсем это будет хорошо. Если он сразу войдет. И как-то отказать ему. Не можем уже так дорого. Они сказали просто. Махадейла. Твое участие в этом танце будет заключаться следующим. Наблюдая за этим танцем. Потому что они многие могут даже видеть этот танец. Почти что никто не может видеть этот танец. Но ему дается такая предупреждение. Наблюдая за этим танцем. И еще и служение можешь получить. Не просто танцевать. А еще и сеу получить. Какое? Охраняй этот танец. Чтобы туда никто не попал. То есть ты его можешь видеть. Охранять. В служении ты еще находишься. Да? Получил. В служении. Значит. В Харане довольно раз послуженный получил. И это твое участие в этом танце. Вот он твой танец. Иногда мы думаем. Танец это там вот это вот. Все там такое. Нет, нет, нет. Но там картошка чистится на кухне. Это танец. Это танец. Там дрова вчера кололись. Это танец тоже. Книги распространяют. Это тоже танец. Если есть сэва. Значит. Рахаране милость его провела на нас. То есть свою милость. Чтобы мы получили служение. Хотите понять. Удовлетворили мы Кришну или Гуду? Или предали? Критерий только один. Нас кто-то занимает в служении. Если у нас нет служения. Мы просто вне милости. Мы порогли каким-то. Мы просто. Мы не прогрессируем в это время. Если нет служения. И служение дается только по милости. Матери от Харани. Она через предных. Может нас вовлекать. Как так всего. Вот. Мухадей вот так вовлекли. В этот танец. Он танцует. И он на ночь всегда одевается. В сари. Вот. Пешкарам. Мухадей. Если вы были во влюдавани. Вечером. Перед тем. Как Дашин последний. Идут. Зайдете. Вы не поймете. Кто это. Сразу. Потому что он весь в сари. Там стоит. Как это вообще. Он готовится. К танцам. Днем он свою радость выполняет. А вечером. Днем другие радости. Обраняет танец раз. Участвует. Мы тоже хотим. Танцевать с Кришной. Это наша природа. Он создан для этого. Но Кришна нас для этого и создал. Изначально. Мы имеем склонность. Постоянно с Ним находиться рядом. В отношениях. Это йога. Это связь. Мы связаны. Мы хотим танцевать с Ним. Постоянно. И никогда не останавливаться просто. Но он не против. Молодец. 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 Вальчик. Молодец. Молодец. Служение, да, анимация. Что, остановимся? На этом танце. Давайте еще раз прочитаем. Текст. Матрас по шасту, каунти, я тоже не собираю, когда, 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 я стал из этих шастового города. О, сын кунти, счастье и горе приходят и уходят, сменяют друг друга, как зима и лето. Они возникают от соприкосновения чувств с объектами восприятия, а потом обхараты. И поэтому нужно научиться терпеливо переносить их, оставаясь невозмутимым. Краткое задержание, боговат segue вторая глава. Каунтараши макбада. Жегонамши 매узки. Ерран. Служение еще другого моря света. Добро приман! Вадим кипра вулки! Вечер на горах ки! Гуру из колумки! Вечер на горах ки!